Здравствуйте дорогие подписчики, с вами Константин и сегодня у нас будет первый взгляд на игру Pillars of the Eternity. Эта игра была создана компанией Obsidian Entertainment, немецкой компанией, и средства на разработку игры были собраны на кикстартере. Игра получила уже огромное количество положительных оценок, положительных отзывов, на кикстартере оценки там уже идут что-то 91 из 100, и я очень хочу ее попробовать. Я уже немножко в нее позалипал, на самом деле игра действительно сделана просто великолепно. Это такая залипалка, как книга, ты сидишь читаешь, и она тебе что-то читает, и какие-то действия выполняешь. Она сделана в таком вот старом стиле, и на самом деле цепляет прям очень здорово, я вот прям не выдержал, и хотел с вами немного этим поделиться. Давайте начнем сейчас новую игру. Да, здесь целых 5 уровней сложности, я предпочитаю пока что играть на нормальном, потому что я очень отвык уже от такого стиля игры. Здесь идет фактически пошаговые боевки идут, ну и можно также драться и в реальном времени, но правильно драться именно пошаговые. На самом деле очень сильно напоминает Dragon Age в чем-то. Ну давайте, собственно говоря, сейчас создадим персонажа, создание персонажа здесь на удивление тоже очень-очень интересное. То есть это не просто там выбрать внешний вид, класс, расу и вперед. Вот нифига подобного, сейчас сами увидите, то есть я был приятно удивлен в этом. Итак, игра. Идет загрузка. Загрузки, кстати, тоже очень приятные, постоянно идут какие-то подсказочки. Загрузка идет быстрая, но понятное дело, графика в игре очень простенькая. Пойдет абсолютно сейчас на самых стареньких компьютерах. То есть любой желающий может поставить себе на компьютер именно эту игру, даже на встроенной видеокарте. Не говоря уже об игровых компьютерах. Игра занимает, насколько я понял, довольно продолжительное игровое время. То есть ее можно пройти абсолютно разными способами. Так у нас идет небольшая предыстория. Пять телег слепо нащупывают путь в безвестные ночи. Начальник каравана постоянно поглядывает на небо, не сбился ли. Градущийся во тьму сдерживает лишь тустлый огонек светильника. Но от неба никакого толка, ни светлой точки, ни единой крупицы помощи. Караван несет нас от других путников в позолоченную долину. Местный вельможа обещал поселенцам из других государств, желающим начать все сначала. Земельные наделы в этой пограничной деревушке и хорошие подъемные. Вдруг вы чувствуете, что вам нездоровится. Испарина покрывает все тело, вас бросает в жар. Заметил это один из путьников, и кликает начальника, и тот останавливает караван. Как раз вовремя. Телега едва не налетела на ствол упавшего дерева. Путь перегражден. Этой ночью даже вы не продвинетесь. Вот такое небольшое, абсолютно невзрачное начало. То есть ничего не предвещающее. И довольно странное. То есть идет какой-то караван. Итак, собственно говоря, кто мы? Будем играть за мужского персонажа. Вот так. Далее. Так, куда-то дальше. Здесь идет у нас небольшое описание. В принципе, никак между собой, я так полагаю, почти не отличие. Не будет у нас отличаться история, разве что некоторыми именно такими мелочами. Теперь раса. От расы зависит очень многое. То есть здесь у нас идет шесть рас. Человек, Аумауа, Гном, Эльф, Орлан и Богоподобный. И последние две очень интересные и очень неожиданные. Даже, в принципе, для вселенной фэнтези. От выбора расы у нас зависит стартовые наклонности. То есть к чему у нас будет именно наклонность идти. И, соответственно, многие сюжетные линии будут поворачиваться к нам тем или иным разговором. Потому что отношения к разной расе у многих по-разному. Давайте начнем играть, наверное, эльфом. Дальше. Но, опять же, не просто так. Есть еще подраса. Это эльф и... Ну, в смысле, лесной эльф и белый эльф. Между собой они тоже отличаются. Лесной эльф получает прибавку к точности, отклонению, реакции в бою с противником, который отстоит от них более чем на 4 метра. Белый же эльф. У них повышенные вычеты огненного и ледяного урона. То есть они такие антимаги. Вот это вот мне на самом деле очень нравится. Уже идет раса и подраса. То есть уже прям такое сильное разграничение идет. И довольно далекое друг от друга. Дальше пошли. Класс. Классов здесь целая куча. Варвар, Сайфер, Боец, Паладин, Рейнджер, Волшебник, Певчий, Друид, Монах, Священник, Авантюрист. Клево. То есть, ну... Тоже есть над чем подумать. Опять же, способности начальные у них отличаются. Стартовые характеристики у всех отличаются. Это тоже очень прикольно. Я предпочитаю... Давайте начнем за Паладина. Я, в принципе, люблю таких вот консервов, которые трудно ковыряются. Так, поехали дальше. У Орден Паладина теперь у нас выбирается Холодные Ходоки, Дракоцы Паладини, Рыцари Золотого Соглашения, Добрые Путники и Щитоносцы Святой Эльки. 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 Не знаю, как правильно. Между собой это тоже у нас дает определенные навыки, но фишка в том, что определенные ордены тоже отличаются между собой по сюжету. Я не ориентируюсь в этой вселенной. В принципе, это будет интересно уже повторно проходить. А сейчас мы выберем, допустим, Добрые Путники. Дальше. Способности Паладина. Стартовые. Мы можем выбрать Возложение Рук, соответственно. Это у нас Целительное, я так понял, заклинание идет. Да. И Пламя Преданности. Так. Призывает Внутренний Огонь, в результате которого используемое оружие воспламеняется. Вот это вот очень интересно. Я, конечно, люблю очень всякие лечилки и прочее, но давайте Стартовые выберем способность Пламя Преданности. Дальше. Что, что? Вот выбрали. Да. Итак, распределить стартовые характеристики. Сила телосложения, ловкость, восприятие, интеллект, решимость. За что отвечает каждая характеристика. У нас идет подробное описание. Звездочками отмечена та характеристика, которая рекомендуется непосредственно для Паладинов. Более того, характеристики влияют на выбор ответов, которые у нас будут. То есть мы можем сделать те или иные действия. Это очень сильно поминает уже Fallout, что на самом деле здорово. Давайте возьмем телосложение, одну возьмем силу, возьмем пару-тройку интеллектов, один решимость. И я, наверное, на силу еще пущу пару очков. Восприятие и на интеллект. Такой вот умный сильный у нас будет. Давайте вот так вот прям распределим сейчас. И на восприятие одно. Вот так. Я думаю, в сам раз. Далее. Нам нужно выбрать нашу культуру. Соответственно, это примерно идет в соответствии, к какому богу мы поклоняемся. Есть идет подробное описание и прибавка к стартовой характеристике. Мне очень нравится к телосложению, скорее всего. То есть, ну, мы все-таки играем за паладина, верно? Биография. Вообще обалдеть. Опять же дойдет какую-то стартовую характеристику. То есть, насколько отличаются между собой персонажи, это на самом деле очень-очень обалденно. То есть, и каждое можно почитать. У каждого идет история. То есть, давайте мы будем сейчас, пусть будет ученый. Знание плюс два. Тоже неплохо быть умным. Так, нам нужно сделать, соответственно, наш внешний вид. Пусть будет какой-нибудь бородача. Так вот пойдет. Так, и прическу какую-нибудь. Да-да, пусть тоже вот это пойдет. Давайте выберем основной цвет. Пусть будет какой-нибудь такой. Принять. Дополнительный цвет. Что-то вроде такого. Кожа, пусть будет ближе, наверное, к человечьей. Хоть немножко. Волосы, цвет уже пусть будет вот так вот. Не так сильно на эльфы будем похожи. Так, погнали дальше. Выбрать наш портрет. Этим портретом, я так полагаю, у нас будет все отображаться. Вся наша игра. Во время разговоров и прочего. Давайте что-то примерно что-нибудь похожее там. Да вот, пойдет. Погнали. Ээээ, теперь... А, голос. Окей. Благородный. Паладин же все-таки. Ведите имя. Погнали. Так, ну что, я думаю, в принципе, все. Мы все настроили... Настроили создание нашего персонажа. Блин, насколько разнообразного можно его создать, это очень-очень здорово. Поехали. Итак, первое задание отправиться в позолоченную долину. Наш караван остановился. Довольно плохо себя чувствовали, насколько по предыстории было сказано. Начальник каравана Адема. Караванщик заканчивает обращение к отряду, его густые рыжие усы и обвисшие щеки дрожат, как будто подчеркивая важность слов. Не отходим от повозок, ясно? В лес не ходить, и звери вас подели, если вы сунетесь те руины. Он кивает в сторону черной громады, выше по склону. Здесь повсюду эти лесные тварюги, которые с удовольствием воткнут топор в каждого, кто влезет на их территорию. Так что постарайтесь не испачкать их драгоценные скалы. Я так полагаю, это уже говорится не о звере, это он выражается уже, условно говоря, о тварюге, то есть какие-то люги. Сегодня мы заночуем здесь, а завтра расчистим путь. До позолоченной долины меньше суток, все ясно? Наконец-то караванщик поворачивается к вам и, нахмурившись, разглядывает. Укус гниловика должно быть. Тут водятся жучки, которые разносят эту заразу. Скоро тебе уже полегчать должно. Если ты, конечно, будешь пить побольше воды, иначе и суток не протянешь. Да, всего лишь ты протянешь, все нормально, только надо пить побольше, иначе не дотянешь до утра. Хорошо, удержим. В этих краях растут маленькие розовые ягоды, местные, наверное, зовут их весенними ягодами или веснушками. С ноготь размером, есть их не стоит, живот замучает, но чай из них получается приотличный. Успокаивает желудок, ночь продержишься. Посмотри, может, найдешь их здесь. А я пока попробую достать для тебя свежую воду. Странно, мне же не здоровиться, иди сам себе ягоды ищи. Я, если я упаду, там где-нибудь в обморок. Адема поворачивается к своему помощнику, долговязому веселому парню по имени Спарфелл. Тот держит в руках старый высвивший лук. Я знаю, что ты хочешь поохотиться, пока еще не стемнело. Но сначала принеси воды, у нас здесь больной указывает на вас. Спарфелл кивает и вешает свой старенький лук на плечо. Где мне найти эти ягоды? Что за руины? Здесь безопасно. А что это за торчащие из земли камни? Давайте спросим, где эти ягоды-то найти. Вот да, на этих кустах растут, их тут полно. Занятные на вид увидишь, сразу узнаешь. Даже тебе в лес не придется заходить. Здесь безопасно? Если не торчать здесь слишком долго. Очень неоднозначный, короче, ответ. Если погода вдруг не испортится, в его тонности слышна озабоченность, но он не подает виду. Итак, у нас вышла подсказка. В зависимости от характеристик, навыков, класса, расы, культуры и пола вашего персонажа, ему могут открываться дополнительные пункты диалога. Они не обязательны, лучше других ответов, но увеличивают возможности выбора. О чем я и говорил, в зависимости от того, что мы выбираем и какие характеристики, могут отличаться наши ответы. Так, а что это за торчащие из земли камни? Ты откуда родом? Что? Адры нет. Ну, в общем, просто торчат из земли, и глубоко в него ходят, как корни деревьев. Говорят, некоторые из них доходят до центра мира. Короче, их вытрубить, я так понял, нельзя. На самом деле, они не очень-то похожи на камни, как будто оболочка. Строители их любят, опять же. У них целая куча странных свойств. Если их выкопать, то они умирают, теряют блеск. Люди думают, что они могут расти, как деревья, но в наши дни такого точно не случается. Потрошители душ из бухты непокортности часто их используют. Я слышал, в них можно сунуть человеческую душу, но сам того не видел и видеть не хочу. У меня и так забот навалом. Ладно, давайте не будем задачивать нашего начальника бесполезными вопросами. Пошли, поищем эти ягоды. Стой, один не ходи. Я знаю, что ты не кисейная барышня, как у большинства этих, но если ты окочуешься, посылать людей на поиски твоего трупа мне не улыбается. Он пообводит взглядом лагерь и останавливает его на крепкой женщине, одетой в доспехе, которая, сколько бы вы до этого не наблюдали, ночью всегда спала на голой земле без покрывалой подушек. Короче, суровая такая девушка, прям, наверное, там, типа Зена что-то. Калиска, Калиска, женщина тороплива поднимать взгляд. Ему тут веснушки нужно поискать, пригляди, чтобы не помер. Нет, чё не могу обещать. Милая девушка, что за проводник будет такой, говори. Тот, которого ты смог себе позволить. Адема посмеивается, качая головой, переводит взгляд на вас. Не слушай её, ты в хороших руках. Бросает на неё косой взгляд. Плачу я тебе, кстати, неплохо. Ухмылка Адем исчезает в пышных усах, он снова строг. Давай, руки в ноги, возьми у Хэдона, что тебе нужно, без оружия тут бродить не стоит. Собери ягоды и сразу назад. Если почуешь хоть лёгкий ветерок, бросаешь всё и бегом сюда. Не нравится мне эта погодка, если налетит бивак, прячемся в тех руинах. Да приклятут нас эти боги этих лесных тварей. Что такое бивак? Добро пожаловать в Pillars of Eternity. Это ваш первый визит в мир Иоры. Рекомендуем посмотреть твою информацию, чтобы ознакомиться с доступными инструментами и интерфейсом. Так, ну, ваш отряд включает вашего персонажа и до пяти спутников или наёмников. Понятно. Чтобы выбрать члена отряда, нажмите на соответствующий кружок или портрет. Да, это в принципе я всё знаю, тут в принципе ничего такого сложного нет. Собственно говоря, выделяйте либо всех, либо одного. И указывайте на карте, примерно как на Диабл, только здесь нас несколько. Переключение между персонажами даёт нам определённые способности. Так, сразу бегу немножко вперёд, насколько я понял. Мы зажимаем таб и... Кстати, какие-то у нас там... Требуется механика, чтобы открыть. Или отмычки. Ни того, ни другого у нас нету. Окей. Здесь что есть? Здесь какая-то лёгкий доспех. Давайте сберём. Многие из тех, кого вы встречаете в мире, относятся к вам нейтрально или дружелюбно. Вы можете взаимодействовать с ними, нажав на их кружок. Многие персонажи просто поприветствуют вас и отправят по своим делам. Ну, это понятно. Ладно, погнали. Так, что у нас из оружия? Давайте поглядим. У нас идёт боевой молоток. 13-19 дробящий колышей оружием. И какой-то щит. 16 и точность минус 8. Можно посмотреть описание каждого предмета. Очень интересно. Так, и девушка. Я почему-то думал, что она лучница. Не знаю почему. Здоровья, кстати, у неё больше, чем у нас. До его носливости. Короче, видно, что такая боевая. У неё факел и топор. Топор, кстати, неплохой. И факел одновременно натакует. Одежда какая-то есть. На нас есть доспехи? Да. Защита 9. Здесь 0. Короче, ладно. Следование. Ключевой аспект Pillars of the Ternity. Путешествую по восточным землям. Откройте карту местности, чтобы посмотреть, в каких частях карты вы уже были. И что ещё можно исследовать. Круто понял. Так. Что у нас тут? Ты можешь поговорить? Да, я принесу тебе воду. Ручей никуда не денется. Ладно, пойдёмте пока на север. Так, карта здесь, по-моему, небольшая. Да, вот можно открыть. И как вы уже успели заметить, игра очень атмосферная. Так, что у нас там? Путь извивается по дну узкого ущелья. Обратно к тому месту. А, не успею прочитать. Короче, туда нам не надо. Я понял. О! У нас включилась тактическая пауза. И здесь у нас начинается первая схватка. Так, секундная пауза. Так, наша первая схватка. Собственно говоря, паузу включать не обязательно. Она включается по настройкам автоматически, чтобы мы могли подготовиться к бою. Сейчас у нас выглядели два персонажа. Указываем на атаку. Они автоматически повернулись. Отпускаем паузу. Они пошли драться. Нас предупреждают, что, да, многие персонажи начинают атаковать автоматически, если они не дружелюбны к нам. Но это понятное дело. Все атаки наносят урон, соответственно, и уменьшают, собственно говоря, его усталость. Так, давайте попробуем, что по поводу способности у нас. У нас есть какое-то пламя, можно использовать два раза за бой. Так. Нет, нет, нет. Давай-ка ты все-таки вот сюда, да, начнешь атаковать. Так, я все-таки... Давай, включай. Почему-то не включается угленное оружие. Может быть, я просто не заметил, но неважно. Окей, от волка ничего не осталось. Шкура волка, давайте подберем. Когда член отряда наносит урон, он теряет выносливость и здоровье. Периодически здесь персонажам нужно отдыхать. Так. Сожрали бедного оленя или кто-то... О, вот они. Мы нашли ягоды. По лагерю ходят слухи, что ты парень образованный. Чем ты занимался, прежде чем попасть сюда? А, я же был ученый. Вот она почему меня спросила. Давайте скажем, интересовался всеми областями тайных знаний. Да? И как ты тут оказался? Так. Это была пустая трата времени. Мои учителя были просто какими-то деревенскими ведьмами. Чему у них может научиться? Тогда тебе пора двигаться вперед. У меня такое каждую неделю. Я давно уже так живу, но мне нравится. Предложение лорда Редрика заставляет задуматься. Даю ему должное. Ты хочешь здесь обосноваться? Такого предложения трудно отказаться. В этих краях ты вряд ли найдешь работу, поверь мне. Есть запасной план. Я собираюсь поселиться здесь и начать новую жизнь. Я собираюсь пока за личное дно, стараясь не привлекать к тебе лишнего внимания. Давайте вот это выберем. Тогда ты выбрал подходящее место. Позолоченная долина, тающая глухомань. Но я теряю время, а демо потом устроит. Пошли. Не будем расспрашивать у ней. Давайте пойдем примерно к лагерю. Знаешь, я бы на твоем месте не надеялась, что Спарфел принесет воду в ближайшее время. Он парень себе на уме. Нужно его найти и вправить мозги. Ручей вон в той стороне. Нам нужна вода. Закончили разговор. Найти Спарфеля. Так, Спарфель. Где у нас карта? Рули. Здесь у нас можно как-нибудь пройти? Так, а вот походу и ручей. Здесь у нас ничего больше порядка нет. Какой сюрприз. Спарфел ушел на охоту. Хотя бы бурдюки оставил. Пошли. Ага. Сундук. Выделяйте интерактивные объекты в окружении с помощью кнопки Tab. Да, Tab нажимаем. У нас начинает здесь выделяться. Давайте вот эту бутылку возьмем. Тут совсем кто-то был недавно. Так, бутылка. Что это у нас? Пиво. Скорость мгновенного воздействия. Вычет урона плюс один на 30 секунд. Короче, пиво дает бафы. Это хорошо. Пиво всегда везде дает бафы. Так, ладно. Вы спускаете серковики и погружаете свой бурдюк в прохладную воду, пока Калиско стоит на страже. Поднявшись, вы видите, что она вглядывается в лесную опушку. С деревьев выходит Спарфелл, один из их проводников. Его силуэт его различим в тусклом свете луны. Лука при нем нет, он тяжело дышит и двигается, странно пошатываясь. Калиско сводит брови. Спарфелл, ты в порядке? Спарфелл спотыкается и тяжело падает вперед. Между его лопаток, словно вражеский флаг, дрожит оперенная древко стрелы. Собственно говоря, мы попали в засаду. Да, засада. С двух сторон окружили. Окей. Включилась автоматическая пауза. Выделяем сначала девушку. Итак, у нее есть способность сбивания с ног. Только в ближнем бою. С огромной силой толкает врага и сбивает с ног. Но она носит незначительный урон. Давайте применим вот на нем. Так, теперь ты. Ты, давай, сразу делай огненное оружие. И атакуй его. Так, ну что. Начнем бить его. А потом уже перейдем на второго. Второй похож на девушку, может мне кажется. Эх, вот это он сразу сбил с ног. Так, вперед. Все, стоим. Иногда оружие и заклинание просто не поможет преодолеть вычет урона. При успешном попадании у вас все отнимется. А, ну, собственно говоря, короче, есть шанс промахнуться. Но это понятное дело. У нас там была еще возможность лечиться, выбрать. Может быть, стоило взять ее. Но огненное оружие, кстати, все равно попадает. Все, бой закончился. Пошли, говорит, нам нужно вернуться в лагерь. Да, я верю. А так, здесь у него лук. Что это такое? Агат. А, собственно говоря, камушек и какие-то доспехи. Да. Все заберем. Деньги. Почему-то у нас собирает все девушка. Давайте передадим это все нашим главным героям. Вот так. Погнали в лагерь. Персонажи немножко отдохнули. Музыка заиграла очень активная такая. Итак, здесь уже нас встречают два охотника, оба с луком. Так, первая девушка. Да, давай, используй вот эту способность. Ты же. Давай сразу включай огненное оружие. Мы можем включить ее два раза. Не знаю, надолго ли оно включается. Два раза за бой. Наверное, на несколько ударов. Так. Понял, погнали. Так, вот это вот, кстати, очень неправильно как-то у нас получилось, что они у нас так разлучились. Вы оба атакуйте вот этого охотника. Давай. Хорошо, урон проходит. Один из ваших персонажей устал. У девушки появился дебаф. Он тут и пропал. У меня с нук и стреляет, но у него не особенно получается. В принципе, так. Нет, переключайтесь теперь оба на него. Девушка, давай-ка ты, применяй свой навык. Во, сбил с ног. Прекрасно. Так. Главный герой пусть опять применит огненный оружие. Да, но применяется, видимо, на несколько ударов, либо на определенное время. Она факелом, кстати, бьет тоже. Огненный урон наносит. Ну, они довольно слабые. Потому что урона наносит они действительно очень мало. Если бы я сейчас так не тупил, они бы меня убили вообще. Ну, куда, куда ты побежал? Давай. Нормально. Давайте заберем все, что у них было. Ух, у них у меня всего было. А, это сразу с нескольких персонажей мы собрали. Понятно. Деньги тоже нам нужны. Так. Лук. Наносит странное количество урона. Можно попробовать тоже ему будет пострелять потом. Блин, здесь все поубивали уже. Главарь, главантанцев. Вокруг вас на залитой кровью земле лежат растерзанные трупы путешественников. Утыканные стрелами и ножами. Их лица перекошены. Их глаза широко раскрыты. Калиска закрывает рот тыльной стороной ладони, пытаясь оградиться от страха, будто это ядовитый пар. Несколько темных фигур стоят над трупами. И ходят прямо по головам и спинам, выдергивая топоры из тел, как из недоколотых бревен. И окружают вас, готовясь пополнить вашим трупом беспорядочную кучу тел. Один из воинов, высокий, с густой бородой, завязанным узлами, держит влажный клинок у горла мужчины, в которого вы узнаете Хеодана. Последним оставшийся в живых из своего каравана. Бедный Хеодан. Положи оружие, нарушитель. Это мне главарь говорит. Не стоит жертвовать его жизнью ради битвы, в которой тебе не победить. Итак, мы, кстати, можем применить знания. Мы не скривляли эти руны. Народ Эйр Гланфата. Видите, у нас знание позволяет сделать ответ. Оружие, кстати, складывать по-любому нельзя, но они нас убьют. Вы получили первый ранг репутации характера. Эта репутация отражает то, как остальные воспринимают вашу личность. Угу, окей. Мне не нужны твои оправдания. Я верю своим глазам. Вторжение карается смертью. Повторяю, сложи оружие. Итак, у нас не хватает решительности и восприятия для пары условий, но у нас есть из-за того, что сила 14, мы можем просто напугать его. И из-за того, что интеллект 15, давайте интеллектом воспользуемся. Броситься на мужчину, прежде чем он что-то предпримет, дает нам атлетика. Хм. Давайте давить интеллектом прям. Будем сейчас давить просто мозгами. Судя по звериным клыкам на твоей шее, ты поклоняешься Галавейну. Если Галавейн скажет тебе, что эти руины больше не нуждаются в охране, ты их оставишь? Мужчина нахмурился и делает вид, что собирается замахнуть топором. Хао Дан зажмурился, но так и не дождался удара. Мужчина склоняет голову, конечно, но он не скажет. Мы здесь не по своему желанию, а по воле всех богов. Потому что это говорит за тебя твоя вера, или потому что так тебе сказали. Мужчина смотрит на вас. Мой народ всегда знал. Понятно. А как насчет слов Галавейна о том, что слабость и старость не должны мешать молодости и силе? Думаешь, Галавейн хотел бы, чтобы какие-то обвалявшиеся, плеснелевелые руины пережили своих строителей, давно обратившихся в прах? Да, ведь прям реально его. Ноздри мужчины раздуваются от злости. Он не... он говорил совсем не это. Уверен, так он и сказал, только не тебе лично. Но это теперь не остановит тебя от убийства невиновных. Сбитый с толку мужчина неловко перехватывает топор. Борхэд, он пользуется этим моментом, чтобы вернуться от удара. Взрывев от ярости, мужчина нападает на вас. Итак, начинается битва. У нас еще есть Хевен, который уже изрядно ранен. Давайте посмотрим, что есть в его арсенале. У него есть ослепляющий удар. Так, я так полагаю, сначала давайте главаря вырубим, а потом уже займемся охотниками. Ты применяешь ослепляющий удар. Можно применить один раз за бой. Хорошо. Я применяю огненное оружие и нападаю на него же. Девушка пока не будет применять свое сбивание с ног, потому что у нас будет ослепление. Вот так. Таким образом выделяем троих. И все погнали. Ой-ой-ой, бедный у нас Эодон сейчас сможет вот-вот пострадать. У него броня сбитая, его могут скоро убить. Ну, что поделать, пока нужна его помощь. Так, главаря уже не осталось, прекрасно. Вот теперь пользуемся сбиванием с ног. На него. Давай, сбивание с ног, вот на него. У меня еще осталось одно огненное оружие и применим его на этом же. Погнали. Сбивание с ног у нас не прокатило. Но мы зарубили грамотно. Остался последний. Тут можно особо ничего делать, лишь бы у меня сейчас Хэда не убили. Все, все выжили, смотрите, как прекрасно. Вам удалось сделать критическое попадание. Критическое попадание лучше обычных. Они чаще всего происходят, если точность атакующего превышает защиту цели. Здорово. Ваш противник лежит на здничной земле, не способный подняться. Его товарищи замерли словами мертвецы вокруг. Дыхание мужчины становится непрерывным, судорожным. Он смотрит не на вас, а на небо над своей головой. Прости нас. В воздухе слышен шепот ветра, почти неразличимый из-за хрипа умирающего ветер. Глаза мужчины закрываются. Хорошо, хорошо, боги справедливые. Странная улыбка появляется на его лице. Я готов. Ветер начинает усиливаться и носится по лагерю беспокойный, волнующий. Переворачивает горшки, теребит палатки, словно злой дух. Вы чувствуете, как он проникает под кожу, прорывается внутрь, словно гигантская волна через дамбу. Пронзает вас насквозь и разрывает на части изнутри. В смысле, меня убивает, что ли? Адема сидит в центре воюющей круговерти, прислонившись к колесу повозки. Его тирала разорвана от груди до живота. Едва пошевелившись, он с трудом поднимает голову, полузакрытый глаз осмотрит на вас. Внутрь, бегом. Здесь начинается какой-то апокалипсис. Собственно говоря, здесь пещера, я понял. Мне почему-то показалось, что это именно была дорога, по которой вы пришли. Ветер почти сбивает вас с ног, и каждый шаг дается вам с трудом. Наконец-то вы чувствуете под ладонями шершабы поверхность скала и начинаете карабкаться наверх. Ваши руки подводят вас, но вы успеваете забраться на выступ до того, как последние силы покидают вас. Хеодан где-то сзади. Сначала он замешкался, а теперь рана не дает ему идти быстрее. Он уже почти у самых скал, но тут один из желающих, один из лежащих на земле нападавших, притворявшийся мертвым, бросается на него и кидает на каменистую почву. Зараза-то какая, а? Застегнутый расплох Хеодан сперва ничего не может понять, а потом пытается освободиться из рук противника. Они совсем близко от вас, несмотря на то, что дует ветер. Если вы бросите свое оружие в нападающего, вы вполне можете попасть. Ловкость 15 не выполнена, бросить будет тяжело. О, позволить Хеодану освободиться самостоятельно или бросить оружие? Давайте попробуем, пусть сам попробует освободиться. Бросать оружие не могу, потому что... В принципе, я не знаю даже. Давайте бросим оружие, посмотрим. Вы попадаете точно в цели Хеодана, удается освободиться. Встав на ноги, он пытается скарабкаться на скалу, но когда уже почти достиг вершины, порыв ветра, откидывает его, и одна из его рук срывается. Давай, выживи там. Но вам удается поймать ее, распластавшись на камне, вы тянете его вверх изо всей силы, и кажется, что ваши руки сейчас оторвутся. Силы покидают вас как раз в тот момент, когда Хеодан забрасывает голову на дрожащий карниз. Вы ощущаете в бушующем ветре какую-то вибрацию, она эхом выдается в камнях, на которых вы стоите в вашей собственной груди. Вам кажется, что она вытрясает ваши внутренности. Каждый новый порыв сотрясает старые камни и грозит обвалом. Вы бросаетесь в проход и слышите, как позади вас обрушивается огромная арка. Короче, завалило нас. Уйдет загрузка. Бойцы крайне выносливые и одни из лучших нанесения урона противню, потому что они очень эффективно закрепляются на определенной позиции, способные постепенно измотать. Понятно. Итак, завалило проход. Что это было? Калиска сказала, спасибо. Бивак, что же еще, сказал Хеодан. Тогда нам повезло, что мы остались живы. Только нам и повезло. Нельзя оставаться здесь, что-нибудь снова может обрушиться. В любом случае, тем путем мы не выберемся. Давай попробуем пробраться внутрь. Итак, в принципе, в принципе, у нас пока все нормально. Здесь прям целая пещера. С каждым вздохом в груди Хеодана высоко поднимается, затем нападает. Наверное, мы отошли достаточно далеко, но что же теперь делать? Поищем другой выход. Буря уже закончится когда-то. Так. Ну, понятно, спрашивать что-то с другими членами каравана не стоит, потому что, ну, умили и всех. Кажется, ты не очень переживаешь по этому поводу. Калиска смотрит прямо в глаза, и голос ее дрожит. Может, ты просто плохо меня знаешь, и не замечаешь, как я расстроена. А может, я и не такое в своей жизни видела. Видела и не сломалась. Потому что исправить уже ничего нельзя, и потому что есть те, кому еще я все еще нужна. Хорошо, пойдем. Так, куда нам идти? Карта большая. Да, довольно приличная. Давайте пойдем наверх сначала. Здесь кто-то был. Нам нужно двигаться. Здесь... О, здесь есть у нас что-то. Давайте обыщем. Припасы для привала. Среди их припасов, одеяла, простыни, пищи и другие средства, предназначенные для защиты закаленных путников от окружающей среды. Обязательно надо взять, конечно же. Так. Молоток из убила. Булава. Давайте пока возьмем. Выкинуть сюда успеем. Щит. И маленький факел. Хорошо. Вы нашли припасы для привала. Их можно использовать в диких землях или подземельях. Ну, проще говоря, персонажи периодически все устают, когда дерутся, много ходят, и нужно, соответственно, отдыхать, иначе их характеристики понижаются. Понижается статус защиты, военносливости и прочее. И вот для этого нужны припасы. Так. Куда мы идем, пока я не знаю. Пойдемте, сюда пойдем. Восточные земли опасное место, кишащее незаметными врагами и тщательно охраняемыми таймами. Включите режим разведки, чтобы двигаться скрытно. Поищите спрятанные объекты. Такие, как ловушки и потайные двери. Давайте сейчас выберем одного главного персонажа. Разведка. Сказал он. Эти плиты, говорит, не внушают доверие. Что за плиты, я не знаю. Ой-ой-ой. Сработала ловушка, но почему-то я ее прям не распознал. Видать, у меня не хватает, что ли, навыков для этого дела. Нормально меня шпарило прям так. Прилично. Окей, я туда не пойду. Здесь можно пройти. У нас, кстати, есть что-нибудь, чем мы можем подлечиться. Мало изделия регенерации. Вот, смотрите, у него изделия регенерации. Давайте переведем на нашего главного персонажа и на быстрый доступ поставим. Потому что чем-то... Ну, кстати, отмычки есть. Это же отмычки, я правильно понимаю? Да, отмычка. Это вещь полезная. Так, можно переключаться на два комплекта оружия одновременно. Так, что у нас тут? Так, в этой стопе начертанные переплетающиеся кольца. У его основания вы видите незажженную жаром. Его можно было бы разжечь, если было бы чем. Огнеподобные? Нет, у нас такого нету. Давайте используем факел. Жаром, наверное, вспыхивает пламя, устремляясь в языке к небу. О, крепость. Тут куда-то я тут нажал. Давайте их все зажгем. Может, тут поярче станет. Так, это зажгли, зажгли, зажгли. Здесь еще есть, что зажечь? Я не вижу. О, что-то начертано. Эта фреска, очевидно, древняя, но цвета все еще яркие и насыщенные. Понятно. Чувствую, здесь тоже сейчас какие-нибудь твари будут. Так, пауза. Малый черный слезняк. Хорошо. Ты, давай-ка ты... А, вот, быстрый доступ. У нас появился дизель. Делаем огненное оружие. Я так полагаю, нам этого будет вполне достаточно. Потому что мы сейчас втроем и мы быстрее накатаем. О, их два. Так, один у нас уже есть, второй остался. В девушке у нас появился, кстати, сильная усталость. Все защиты минус 10, точность минус 20. Понятно. Скоро она где-то привык. Плазма слезняка. Давайте заберем тело. У него большой топор. Здесь можно осмотреть. Эта грязь вязкая и масляная липнет ко всему, что к ее касается. О. Эта стена испачкана чем-то напоминающим жидкую смолу. Ее неровная поверхность намекает на то, что под черной слизью что-то есть. Но вы не можете разобрать, что именно. Использовать бурдюк с водой, чтобы смыть слизь. У нас есть бурдюк с водой. Прекрасно. Смывайте слизь, и вашим глазам открывается барельеф виде мужского лица. Солнечные лучи оставили на нем свой отпечаток, но делали вроде тугих кудрей на голове. Заостренных ушей говорят о небывалом мастерстве создателя. Одна из глазниц пуста, во второй вставлен самоцвет. Так. Я так полагаю, нам нужно найти глазик. У нас там еще были какие-то проходы. Зачем мы зашли здесь жаровни, я пока не знаю. Возможно, мы бы не увидели то самое на стене. Так. Чье-то тело. Что это такое? Энгвиктанская гемма. Самоцвет, что ли, какой-то? Это яркий осенний камень, вырезан так, чтобы он напоминает глаз. О! Вот его нашли. Истрепанный журнал. Так. Здесь история бедных путников, которые сюда забрались. Давайте заберем все, что у них есть. Пошлите обратно. Быстро мы нашли этот глаз. Я думал, что сейчас придется где-нибудь подальше его уже искать. Ну, я боюсь, надо будет сейчас как-нибудь привал устроить. А, вот есть у нас кнопка привала, потому что девушка очень сильно устала. А она у нас, походу, в отряде самая сильная. Вставить самоцвет в глазницу. Вы слышите, какой-то гул мелкие камушки прыгают по выложенному плитами полу. Наконец-то часть стены отодвигается. Ага. Пауза. Я вижу, что здесь есть один слезняк. Так, ты применяй огненное оружие. Девушка. Нет, я сказал огненное оружие. Вот так. Да. Где наша девушка? Вот она. Так, ты применяешь сбитие с ног. Я не знаю, сработает ли это на слезняке, но чтобы нас никого не били. Походу, сработало. Слезняк, потому что не атакует. Это слизью брызгается. Все, бой закончился. Убираем слизь. Что мы здесь что-нибудь нашли? Малый плащ защиты. Скорость, стойкость плюс 5, реакция плюс 5, воля плюс 5. Аметист. И адра. Собственно говоря, это, так полагаете, самоцветы, потом можно будет как-нибудь применять. Так, там пройти уже никак нельзя. Давайте оденем то, что мы тут нашли. Тут какой-то был плащик, вроде бы говоря. А куда он делся? Автоматически кому-то наделся, что ли? Да, я вроде не вижу. А где же плащ-то? Или мы не взяли его? Еще раз. Да нет, тут ничего нет. Давайте еще раз осмотрим, потому что, может быть, я не заметил. Кольчужный доспех. Вот здесь, я так полагаю, должен быть плащ, судя по рисунку, но почему-то его нету нигде. Окей, ладно, не важно, где-то этот плащ у нас заныкался. Возможно, я где-то не там сейчас смотрю. Но, в принципе, это не важно. Да, не вижу, где. Кстати, пиво есть у нас, можно будет как бафом выпить его. Давайте сейчас дойдем до места с ловушками, попробуем устроить с вами привал. Я хочу, чтобы у нас все отдохнули, потому что, судя по всему, ну, судя по карте, примерно половину пещеры прошли. Нам как бы еще есть чем зайти. Ну, ладно, давайте чуть подальше еще пройдем, посмотрим, что там. Стой, ты это слышал? Так, детеныш Скульдра. Он такой огромный, всего лишь детеныш. Так, девушка, применяешь. Ты пока ослепление не будешь применять, ты давай огненное оружие и на него. Пошли. Сбили с ног и тут же зарезали его. Вот. Красно. Давайте посмотрим, что у него. Какое-то мясо. Да, мясо было. Здесь тупик. Проломить стену. В стене от пола до потолка бежит трещина. Через нее в комнату проникает легкий порыв из сквозняка. Толкнуть стену или использовать молоток и зубил. Давайте толкнем сначала. Несмотря на трещину, камень не поддается. Так. Отправить Хэдена попытаться. Давайте самостоятельно попытаемся. За всех сил толкаем. Стена рушится и открывается. А, силы 16. Ого, у нас из-за того, что силу прокачали стену, смотрите, проломали. Здорово. Так. Интересно, а там молоко молоток и зубила можно было еще использовать. Итак, у нас еще один детеныш. Все на него. Девушка, применяешь соответственно упрокидывание, ты жаришь его огнем. Огнем, по крайней мере, жарится. Или они просто сами по себе слабые, либо просто огнем хорошо жарятся. с него ничего не падает. О, здесь еще один. Так, на него стандартная схема. Девушка, применяешь. Я же использую огненное оружие. Один станет, второй использует усиленные атаки. Того у нас получается три стана за бой есть. Они все атакуют. Девушка, что-то у нас как-то ослабела. Смотрите, у нее прям уже по ней урон, видать, очень хорошо проходит. Один удар ей нанесли, может быть, критически, конечно. Ухо. Ухо. Не знаю, зачем он у меня. Ну да ладно. Так, здесь у нас пройти можно, нельзя, не знаю. Похоже, мы скоро будем уже выбираться наружу. Хорошо. Молодой пиковый паук. Так. Ты атакуй. Ты атакуй. Все, всем все ясно. И куда вы пошли? я же вам сказал атаковать. Ладно. Сделаем это повторно. Паука у нас два. Поэтому мы уже будем действовать по схеме разделяя и властвуй. Хэудан, или как тебя там зовут? Ты оглушишь второго, девушка опрокинешь первого. Погнали. Все, он оглушил, все нападаем на одного и потом на второго. Ой, да ничего, вообще ни о чем. Паукейте. Так, это мы вышли здесь, если я так понимаю, да, с этой стороны. С этой стороны ловушки. Я так полагаю, ловушку можно было в принципе найти, но у нас класс не тот или чего-то не хватало, там восприятия по-моему вообще не качали. Давайте устроим небольшой привал. Привал. Да, припасы 204. Потому что девушку один удар ей нанесли, ее чуть не убили, а я боюсь, если персонажа убьют, то больше, наверное, здесь его поднять будет невозможно. Ну вот, смотрите, все мы восстановились и довольно неплохо. Еще можно один сделать привал. Прошло 8 часов. Молодой паук. Ладно, давайте пока так его забьем, он поход слабый. Тихо. Так, ты делаешь ослепляющий удар вот на этого маленького паучка. Девушка делает опрокидывание на большого. Ты используешь огненный меч на него. Погнали. Да, вот, большого опрокинули и мелкого уже забили. Пока встает, у нас уже вообще просто разделали под орех прекрасно. Так, что с него? Какая-то там лапка. Так, здесь у нас что? В паутине застряли летучие мыши. Тут что? О, какая-то рапира и гематит. Темный камень. Короче, там для какой-то профессии может быть. Здесь у нас тоже какой-то проход идет. шлем и еще пара камней. Давайте шлем что ли оденем? У нас же это появилось теперь. Куда все это девается? Не понимаю. Тайник. Что за тайник? О! у нас есть в тайник что-то еще складывается? А, вот оно. О, господи, а я-то и думаю куда все-то девается. Странно, мы тайник с собой что ли таскаем? Помимо всего прочего. Мы терапируем тоже возьмем. А это сюда сложим. Еще что-нибудь есть интересно. А, шлем. Шлем надо. Шлем вместо волчьей шкуры. Вот сюда. Странная вещь. Еще ремесло здесь есть. Так. Вот, оденем теперь вот этот плащ. Кстати, стал отображаться. Одеваем шлем. Ну вот, нормально. Кстати, у нас оружие куда-то делается. Давайте терапируем, что возьмем. Сколько у нее? 9-14, а булава есть еще 13-19. У нее точность 1, отклонение уменьшает ВУ. Не знаю, что лучше. Вот еще топорик 9-14. Давайте терапиру пока возьмем. Возможно, не на наш класс, но в принципе смотрится довольно неплохо. Так, у девушки есть оружие? Да. У него тут два кинжала, по-моему. Ну вот, вот, прекрасно. так, что, выходим отсюда вроде бы как. Эффекты влияющие на один и тот же параметр часто подавляют друг друга. И опять я не успел прочитать. Ну, наконец-то вышли, что здесь такое, там какой-то замерзший человек. Опять куда-то вышли. Старый мужчина в мантии. Четверо стоят перед таинством механизмом из адры, покрытой сетью металлических трубок загадочным зловещим, похожим на молчаливого наблюдателя. В центре вы видите нечто, что оказывается человеческим телом, бесцветным как камень или как зола. Прочие фигуры сосредоточенно его разглядывают, вас они видеть не могут. Окей. лицо одной из фигур полускрыто длинными прядами жирных седых волос, на концах окрашенных черным с густой бородой. Понять, что оно выражает невозможно, выцветшая мантия, украшена вышивкой из рун, не похожих ни на что виденное вами прежде, а голова увенчана странной конструкцией. Выступы по бокам которые покрывают крылья какой-то нечестивой злой твари. Короче, шлем у него такой модный. Его слова обращены к застывшему телу. Скрипляющая клятвы, будьте свидетельницей и не позвольте этому человеку отступить от своего слова. Пусть он будет верен своей клятве до последнего вздоха, до последней капли крови. Укажи путь его душе. О, былая королева, не надели его своей благостью. Пусть жизнь, посвященная ключу, станет его исповедью. Пусть смерть, посвященная ключу, принесет ему прощение. Освободи его от невыносимой тяжести книги. Какую-то книгу он там... Мужчина вводит взглядом стоящие вокруг него фигуры. Ваш брат исполнил свой долг, и вы сами видели, насколько ценным оказался вклад в общее дело. Я не потерплю больше колебаний. Перед лицом былой королевы клянетесь ли вы исполнить свою клятву. Предстанете ли вы перед ее бесконечной и безупречной памятью вместе со своим братом. Сделайте шаг и уверуйте великую ценность вашей жизни. Похоже на какую-то гигантскую прям пушку. Короче, что-то они сотворили. Механизм затихает и воздух успокаивается. Потом внезапно выбрасывает мощнейший импульс, и вы видите свет, заполняющий все пространство вокруг и падаете на землю. Голова запрокидывается и боль вползает в затылок темным потоком смывая все мысли и чувства в бессознательную пустоту. Короче, сознание потерял. Вы открываете глаза и оказываетесь в ином месте в иного времени. Вы стоите в огромном круглом зале, стены которого облицованы адрой и украшены медной чеканкой. Стиль древний, но зал не тронутый временем. В дальнейшем в конце зала повозвышается огромный столб из адрой, торчащий из пола, как зазубренное копье. Мерцающая поверхность столпа вселяется в мысли бесконечных глубинных таящихся за ней. Вокруг столпа творения рук безумного гения. Ну конечно, кто еще мог такое сделать? Ваши мысли ваши и в то же время не ваши оказывается, что возникает прежде, чем появляются в вашей голове. И это не лишь вопросы давящие и тревожные. Вопросы, на которые нужно найти ответы или... Или... Вы замечаете основание столпа мужчину густой серой бородой. Он одет цемаринальную одежду, блестящий волос искривает страны узорчатый головной бород. Вы знаете, вы торопливо идете к нему, пытаясь скрыть волнение. Вам нужно задать один вопрос, самый важный вопрос, который бешено вращается в вашей голове. Это тот же самый, походу, только он теперь седой. То есть, типа... Я попал в будусть. Смотрите, эти окне окаменели, кого лучи били. Офигеть. Вы приходите в себя и обнаруживаете, что странное ощущение покинуло вас, но расслабляться рано. Вы слышите шепот, похожий на звон в ухе, который не проходит. Краем зрения вы замечаете какое-то движение, когда поворачиваете, чтобы взглянуть, ничего не видите. Ваш взгляд скачет от одной точки в другую, словно непроизвольных судорогах. Есть какая-то болезнь, вероятно, срочно нужно лечение. Фигуры у механизма застыли в неподвижности, кровь и плоть их превратилась в золу и прах. Их главного нигде нет. Хеодан и Калиска лежат на неровных камнях, неестественных позах, залитые кровью. Блин, они погибли, что ли? В один, и помощи ждать не откуда. Нет, куда. Позолоченная долина единственного шанса на помощь, пока все еще не стало слишком плохо. Обалдеть. Персонаж получил достаточно опыта, чтобы повысить уровень. Итак, ну что, к сожалению, они погибли. Давайте заберем у нас тут в тайник это все, что влезет. Мы можем поднять уровень, давайте посмотрим, у нас где-то, вот. Поднимем сейчас уровень, посмотрим, что здесь, как делается и будем, наверное, заканчивать. Итак, у нас 6 единиц навыков, ранг, единиц до повышения и потрачено. У нас вообще нету скрытности, немножко атлетики, знания, механизм. Механизм надо, потому что, я так полагаю, все-таки нужно будет вскрывать какие-то замки, есть подробное описание, я так полагаю, понятно, что механика упрощает открывание замков и поиск обезвреживания ловушек. Ну что, неплохо, хоть немножко сделать его. Атлетика, вещь хорошая, давайте сделаем одно. Знание и скрытность. Скрытности у меня вообще ноль. Не сказать, что я люблю играть скрытным каким-то персонажем, но все-таки. И давайте выживание. Стоп, стоп. Одно выживание сделать. Так, и одно еще на атлетику сделаем. Атлетика у нас усталость. И прирост усталости в бою минус 90%. Ну здорово. Итак, мы можем выбрать также новые способности. Как? А, можно выбрать способности за рамками доступного класса. То есть, не только наши способности, опять же, все, которые здесь есть. Их, на самом деле, насколько вижу, очень много. Вспомогательный, защитный, атакующий и наш именно паладинский. Глубокая вера. Паладин губляется, дает увеличение, защитный бонус к вере и убеждению. Странное милосердие. Когда паладин поджидает противника, находящийся поблизости союзники, получает выносливость. Меч и пастух. Пламя преебанности восстанавливает выносливость, находящийся поблизости союзников. Интересно. Давайте вот это пока возьмем. Сделали таланты. Готово. Второго уровня паладин. Итак, ну что, мы с вами прошли первый самый такой путь. Он вышел дольше, чем я ожидал. Но было, на самом деле, очень здорово. Игра действительно сделана очень великолепно. И она настолько непредсказуема. И она каждый раз будет непредсказуемой при новом прохождении. Потому что слишком много факторов влияют на те или иные события. На то, что мы прокачиваем, что мы говорим. Откуда мы, за кого мы, кому мы молимся или не молимся. Даже чему обучались. Ну что, давайте на этом закончим. Спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Это было здорово. Возможно, я даже сделаю прохождение. Сам я буду проходить, игру, скорее всего, точно, потому что она меня очень сильно зацепила. Нужно ли это вам? Решать только вам. Так что пишите в комментарии. Давайте. Всем спасибо еще раз. Всем пока.